С вами Шимки и мы продолжаем проходить игру под названием Лэйр Сфирс 2. Нету русификатора. Уви, уви, уви. Короче, я кое-что нашел. Я не знаю, связано ли это со слайдом, либо нет. Ты бежишь, но знаешь ли куда? Одного персонажа создашь, другого уничтожишь. Иного способа нет. И потом нас возвращает в комнату. Возможно, как раз слайдики, вот эти, которые мы с вами получаем, это немножко подсознательного осмысления. Я пересмотрел, кстати, где право выбора. У нас вообще все по-другому. Я глянул, как вообще должно быть. Там, ну, закадровый голос говорит. Убей, короче, бабёху в шляпе. Но я тебе её убил. Типа, лол. Че? У нас вообще было другое. Коллег-то было. Коллег-то было это вот это. Я посмотрел, что ещё, кстати, у нас за... Вот охрень. Там какие-то должны быть артефакты, но которые можно получить за NG+, а мы NG+, играть не будем. А ну, пробуем теперь такую. Ты уходишь? Но ты знаешь, как это? Ты... Ты строишь одного персонажа, ты уничтожаешь другого. Нет другого способа. Окей. Иначе слайды всё-таки не влияют на то, что я делаю. Ну, не знаю, соберём мы всё или не всё, потому что я думал, 100% это когда мы с вами найдём все слайды, постеры. Оказывается, в игре есть ещё другие вещи, которые за... Можно найти только за NG+. Ну, типа, это не... Не очень. Ну, типа, с одной стороны ты можешь, да, посмотреть другую концовочку, но... Нэээ. Нээ. Ой, и, кстати, я вот... Сейчас же снимаю уже в другой день. Смотрю, лодочка появилась. А до этого её не было. Она потому что тут утонула у нас, если вы помните. Когда мы тогда в лозок посмотрели. Начала с гум дальше. Мы получили с вами новую кассету, которая называется Страх. Чё за кнопка? Ээ, понял. А, подожди, не Страх. Охота, охота. Во-во. Вспомнил. Как далеко он зайдёт. Как глубоко спустится. Предмет его поиска всё ещё где-то там. Укрыт. Спрятан. Заперт. В хранилище. С собственной темницы. Он безуспешно пытается понять. Голодный зверь не думает. Он знает. Он нуждается. Он действует. Там, где задаётся рассудок, инстинкт берёт вверх. Потому он должен оставить спокойные воды разумом. И покорить буйство зубов и когтей. Лишь тогда он отыщет ключ. И получит награду. Короче, как я понял, у нас называется охота. Значит, за нами доходится. Это значит, что правильно за нами будут снова бегать. Ху-ху. Хант, охота, да. Найс. Круто. Класс. За нами уже побегали. В прошлой серии. И скримеров накидали. Узнание персонажа, мотивация, что движет мной, чего я хочу, что мне нужно. Ага. Так, подожди, ешь. А нас тогда сразу, да, закинуло? Сюжетик. О, нет. Мы тогда из двери вышли. Так, ну что, поехали дальше. Так. Пошло-поехало. Корабль накореняется. Корабль сейчас скоро утонет. Кто там не наблюдается на ме? Попробуем еще разок. С ним я когда-нибудь удачно вышел. Наверное, вы шевельнулись. Вы просто сами на себя не похожи. Типа задом наперед. Речь, наверное, у нас. И лейер с эфиры первый. Кстати, я глянул. Ну, под салончиком, может, я там что-то забыл. Оказывается, там при NG+, появляется секретная комната. Стремно. Ой, лаги, лаги. Дверь была не в крови. Это точно просто лаги. Простите, я ваша большая поклонница. Не подпишите? О, простите. Я, кажется, обозналась. Если не уверен, лучше сначала просто... Просто подкрывай дверь, а потом уже куда-то входить. Ага. То есть, начало серии у нас уже сразу говорят. А собирать мы будем что-то. Если я там что-то впустил, ребят, я не виноват. Нас сыграла сама, говорит, беги. Гоняясь за мечтой, легко можно оказаться в кошмарном сне. Умертельно-медленно. Но тут просто крестик, поэтому он насмертельно-медленно поставил. Умертельно-медленно. Эм... Чё-то у нас... Ага. Оооо. Когда вот этот эффект искаженной пленки как я понимаю в этот момент надо убегать. Так, время и описание событий. 1.05. Начинаю патрулирование нижней палубы. 1.30. С машинным отделением всё в порядке. Перемещаюсь в грузовой отсек. 1.38. Услышал подозрительные звуки. Пошёл проверить. Панерик сломался. Пришлось вернуться за запасным. Запись обведена красным. Ущерб собственности компании. Вычеты из заработка. Так. Служебная халатность. Возможно дисциплированные меры. 1.53. Патрулирование. Возобновлено. Далее всё спокойно. 2.30. Окончание смены. Мне не нравится то, что за мной будут бегать. То, что меня будут убегать. С одной стороны, да, это атмосферно. Но в атмосферном автомобиле то, что нас просто с вами преследует. Привет, 90. Ну, мы же с вами понимаем, да, что... Чего нам нужно будет бояться? Плюс-минус. Давай, напрягай, на медь. А тень шевелится? А тень шевелится? А тень? Ждём скример. Скримера нет, да. Боже, как я ненавижу... Серьёзно? Большой пистолет. Большой пистолет. Большой пистолет. Скримера нет, да. Я понимаю, что мы довольно медленно идем. О, эффект как лая сафир. Все пропадает, яблочки, игрушки. Сейчас должно все резко упасть. Взять не могу. Ждем скримера. Ждем скримера. Ждем скримера. Ждем скримера. Пора поесть. Квартемейстер, подай сумку. О, капитан Бэйн. Наша еда. Ее нет. О, капитан Бэйн. Та-та-та-та. А ей нужно открыть эту дверь? Так, мы идём всё ещё по следам Ну, как он? Как мы не видим Продолжение следует... 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 что пропало некоторое количество провианта. В связи с этим, у меня есть и нового выбора, как применить усиленные меры безопасности. С сегодняшнего дня рацион будет выдаваться каждому члену экипажа по норме, а склад провизии круглосуточно охраняется. Ну тут доска, значит, будут цифры. Здесь мудрость. 183. Так, подожди, подожди, а туда я типа что не могу пройти? Блин, я хочу туда пройти, но... О, постер. Гамлет. Так создан мир, что живо, то умрет. И след за жизнью вечность отойдет. Гамлет. И это ради картины. Неплохо, неплохо. Так, а еще подожди, что-то было? Почему я сердце не могу забрать, хотя оно мигает? Как же? Полит, и ладно. Карт. Мы искали вечность. Есть, что-то. Есть. 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 Девчонск. Карт. Вставай, Квартимейстер, сделано не ворти, что толку слезы лить? Нужно продолжить путь и найти провизию. Вот, держи. Он может собраться с силами. Взять его на превьюшку. Мне ж начняк превьюшка, что нужно сделать. Ну, пусть будет так, где-то. Там кто-то в колодце был. Фильм Звонок. Какая-то печь. Так, там что-то есть. Сюда не попасть. Взять. Взять. Доскать. Взять. Манекены, хотя по ногам не манекены. Манекены, хотя по ногам не манекены. Манекены, хотя по ногам не манекены. Манекены, это точно не ноги манекены. Манекены, хотя по ногам не 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 манекены. Пять. Десять. Девять. И потом еще двоечку добавим. Почему я не могу сделать это на кнопки? И два. Так, теперь нам нужно 70. Крутись, вертись, давай, давай, давай. Нюш, пойди, мне нужны все числа, нет? Девять. 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 Время идёт Смерть Ведет к разложению Ведёт Веди Лилия Типа лилия, цветок лилии Бля Девяносто, а мы куда идём Работать на фабрике Будем мы Дай Какая-то деревушка Бля, там этот Призрак А, я теперь один Человек может стать сосудом Хранящим в себе чьё-то пламя Чувак, я тебя оставил в живых Кто есть тогда Не выстрелил в тебя А ты шляпу всё равно потерял Вот тут голову манекена Я заметил Какой-то аутлас превращается Что-ли А на этом Крисюков Бегает Я слышу шёпот А, это ты За мной тогда Подглядывал ЖД С этого окна Как раз Оно согреет сердце И питает душу Освечает Целый мир Так ярко горит Украденное пламя Полыхает жарко И жадно Украденное Пламя Газнет А, теперь нам говорят Возвращайся обратно Я бы туда пошёл Но, как мы видим, лагает Знаете, как лагает И даже краем глаза Их так не заметишь Специально так стали О, решётка пропала Продолжение следует Я типа брат с сестрой Не нравится мне это Сейчас, походу Будем бежать Да не лагает Это Сука Юка Я как фпс Упал В этом месте Ужасть Все Пусть то место пропадает Пусть то место пропадает Давайте вообще не шевелится мой персонал. Короче, не через люк. Пробрали сюда. Ага. Как я понял, эти помехи создают этот монстр. И вон рука видно что вылазит. А я могу её пощупать? Шевелись. Шевелись. И зачем я это сделал тогда? Взял, помог охраннику. Ну как я понимаю, для них вот эти мужики, которые бегают за ними, это как раз и есть охранники корабля. Да? Да. Возможно, кстати, они в натуре фильм снимают. Просто про бобёху, либо про паренька. В зависимости от кого идёт история повествования. Да. 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 Записок никаких. Так, я выш нашел выход. Один из возможных проходов. О, как поступить? Вообще, по-хорошему, мы идем так, и мы видим свет, вот. Нас специально помечают, нам не показывают то, что здесь. Специально темно, чтобы мы сюда не зашли. А я пойду сюда, потому что мне тоже интересно, что здесь. Понятно. Существует мир за пределами нашего, скрытый за темной туманом завесы. Там убиты древние твари, бессмертные, вечные. Они среди нас, невидимы. Если только сами не пожелаем показаться. Если только не выберу тебя. Смертельного товарища по жестокой игре шарады. Игрушку, с которой можно позабавиться, когда надоест выбросить. Не слушай их. Не играй с ними. Цена слишком высока. Берегись стонутливых творцов или умелых мастеров. Берегись видящих их истинное лицо. Для тебя это лишь безумие и смерть. Иногда они кое-что оставляют после себя. Жуткие с виду предметы непонятного назначения. Их тоже следует бояться. Ведь они мрачные воплощение их присутствия. Скрытые, древние, невидимые, жестокие, безумная смерть. Цена. Там, по сути, просто уборная. И всё. Младеновуха орёт! Ну всё, теперь можно идти сюда. Бля, я ту дверь не потрогал, ёлы-палы. Пшшш, эггээээ... что делать возможно что-то упустил из-за этого с лампочка взорвется похожие крыса нас опередили что что это было мы здесь не одни значит скоро будем убегать я прав а 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 и а и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Но кто-то, похоже, все-таки уснул. Или что-то. Идем. А то вернется еще. Мясо уже сплеснили. С червячками... Ммм... Белочек. Чистый белочек. Чистый белочек. Пришлось укрепить некоторые клетки. Животные чего-то перепугались. Может, почувствовали приближение шторма. Надо заколотить люки. Буря будет... Не шуточные. Та плюё! А, как я понял, мы, типа, сбежали. О, плёночка 3. Сюда. Пойдем, лазим и ищем все, что найти можно. Да, короче говоря, нас за нами гнались в этой палубе. И мы спрятались сюда. Да, вот, видите, за нами типа погоня. Идет. Блядь, я жду скримера на лестнице, если честно. А вот это немного... Хазы-хазы. Так. Дрессировка животных Bill & Co. Наши услуги. Дрессировка и перевозка собак. 225 долларов. Примечание. Клетка с животными доставлена в отсек с живым грузом. В соответствии с рекомендациями. Кормление сведено к минимуму. Обращаться с осторожностью. Значит, тут что-то есть. Кто-то или что-то. Ну, можно спрятаться. Ой, бля. Чего-чего? Вот такого я не ожидал. Что-то есть. Кто сейчас будет бояться убегать? Я. Бояться убегать буду сейчас я. Ну это плюс-минус было ожидаемо. Я не хотел, я не хотел, выбора не было, ребят. У меня можно понять. У меня выбора не было. Все. Золотой Граль. Ладно. Мне не дали взять золотую Граль. Я хотел взять золотую Граль. Короче говоря, к манекенам желательно вообще не подходить, как я вижу. Бать, тут еще вторая тропинка есть. Лол, в смысле? Серьезно? Я должен его сейчас активировать, потом убежать по кругу, чтобы забрать Граль? А стопа, где он? Непон. Непон. Смотри, там что-то есть. Причем мне кидает из крайности в крайность. Я иду по следу из яблочек. Ни хрена нету. Слишком темно. Ну вот я вижу яблоко. Если что, мы знаем, где можно сделать круг. Вот там. Не видишь? Меппет на острове. Нет. Я видел не это. Поверь мне. Мы накрыли светами, мистер Харди. Тут все не то, чем кажется. И это просто бутылка пустая. Вот снова здесь есть место, где можно сделать кругля навалить. от противника. Но из-за того, что слишком темно, можно врезаться. Ждем скример. Вот что я из этого должен вообще увидеть, хотя бы что-то. Ну, можно слазить. Потому что это тупиковое место. вроде обычная ровная дорога пока что фиг знает что от меня хотят я вижу ручья который по идее должен нажать но он что-то малеха не активен проход появился и россия верхняя часть страницы оторвана мистер харди не смог выбрать из без своего любимого капитана бэйнса капитан центральный персонаж этой истории некоторые зовут его черным странником из-за цвета парусов его судно капитан бэйн силен и бесстрашен ему всегда достается сокровище мистер харди слегка завидуют капитану потому что хочет быть таким же сильным а я но это помните то что мы начали находили листочек апостеров больше нету кстати плохо но маленькая убавь да мы вернулись в ту же самую комнатку следующая картина и и и и и Я скажу так, самое пугающее, тогда ты будешь идти вот так, увидишь сзади мигающую тень, и ты понимаешь, что нужно бежать. Это гроб. Я вижу много алкоголя, вижу гроб. Дальше закрыто. Мистер, с вами в порядке, всё? Исчез. Исчез. Мистер, исчез. Так, от грозы службы безопасности. А, от главы службы безопасности. Грозы. Всем заинтересованным лицам. Меня уведомили, что некоторые члены экипажа выражали обеспокоенность в связи с новым режимом нормирования бойков. Позволю себе напомнить, что это решение стало прямым следствием должностных нарушений на борту этого судна. Еще раз, это подчеркиваю, кража не останется безнаказанной. Да-а-а-а. Если я буду от монстра убегать, вот такое будет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Надеюсь, оно не имеет значения. Ну, сколько я ставлю. Быстро, медленно. Мне больше интересно, где постеры. Я постеры не могу не найти. Тут уже пусто. Надо продолжить поиски. Лили, то есть... Капитан. Там что-то есть. Во тьме. Тише. Держись позади меня. Я тебя защищу. Ну, слушайте, по сравнению с первой части, здесь... Ой, бля, серьезно? Меньше интерактивных предметов. Первым можно было почти все полапать, потрогать. Я сейчас буду убегать, да? О, нет, тут прохода нет. Такое лаги. Такое лаги. Да чё я лагаю, бля? Я пофиг... Я даже вернуться не могу нормально. Я чё виноват? Я не виноват в этом. Тупые скримеры. Я уже даже к ним привык. Я вот специально... Я подошел, посмотрел, что за монстры. Бля... Серьезно. О, ну хотя бы отсюда, с этого места. Алла... Убегаю... Я все-таки сделал. Убегаю... Дв room, это место... Бля... Убегаю... Смотрите продолжение в следующей серии. Окей, еще одна карточка. Так, а теперь мне больше интересно про тот люк. Что это за люк? Не нужен мне ли этот люк? Такой шанс, такая ответственность выпустить на волю то, что давно пребывало в запертей. Я слышал, как оно воет. Потрясать собственную клетку. Оно жаждет вырваться. Гля, ну там двери, я понимаю, что я оттуда могу сейчас выйти. Поэтому давай, если тут есть секретка, сразу войдем в секретку. Возможно, я сейчас получу еще один. Именно этот. Стоп. Я тогда, малеха, сейчас не понимаю. У меня два варианта, куда идти. Так, и как, ребятки, нам поступить? Мы как бы можем вернуться обратно? А, не можем. Все. Все, тогда. Чертовы обманы. Обманывают меня. Короче говоря, для этого есть повторное прохождение, да? Что если так, то пойти просто в другую дверь. Пацана. Брось, мистер Харди. Мы еще не настолько отчаялись. Джеймс, брось, я варю. Приходится платить жестокую цену, когда нарушаешь равновесие. Жестокую цену. Сей жизни одинаково цены. Важность одной может перевысить. Важность многих. Вон, одна еще живая. Вон, видели? Чухается, чухается. Когда все на кону. Когда на чаши весовы жизни. Доводы. Рассудка становится слабостью. Доверясь инстинктам. Доверясь инстинктам. Доверясь инстинктам. Интуиция или логика? Интуиция или логика? Доверясь инстинктам. Склоняйся. Одна жизнь превышает другую. Других вариантов нет. Один живет, другой расплачивается. Только не ты. Не все жизни одинаково важны. Докажи цены свои. Да, доверясь инстинктам. Потом сейв будет, я перезапущу. Жизненно чаши весов не сдавайся. Для этого еще не это появились. Нет. Не может быть. Не составляющая жизнь. Жизнь, чья племя так и не разгорелась. Слабая. Невесомая. Перезапустил я игру. Как я понимаю, тут вариант две концовки. И как я понял. Одна концовка, можно. Приходится платить жестокую цену, когда на 6 равновесия. Я, короче, по игре примерно понимаю, какие тут есть концовки. Скорее всего, первое это Повиноваться мужичку. Другая. Делать противоположное. Как вариант. Как я понял. Ну, когда я проверял же, да, типа, выборы правильно я сделал. Ну, кого там застрелил. Ну, вообще, когда диалог смотрел. Для получения идеальной концовки нужно просто следовать словам этого чувака. Либо можно не следовать словам, а делать все на оборот. И будет другая концовка. Типа, хорошая. А есть плохая концовка? Не, подожди. Ну, сложно, на самом деле, сказать. И там есть еще концовка, чтобы сделать баланс. Типа, два правильных выбора за одну сторону, два за других. Короче, херня. я не знаю, но по моим норме я бы отдал мясо, но давайте так. Мы играем сюжет чувачка, как я понимаю. И, 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 и. Ну, потому что нам рассказывают как бы мы капитан. Ну, не капитан, а паренек тот, скорее всего. Фильм снимают, если верить запискам, поэтому, если мы снимаем фильм, получается по нашей просто истории. Мы сейчас с вами как бы будем выполнять все, что она говорит, то есть мне нужно все забрать. Мне нужно забрать мясо. просто дело в том, что нужно не забывать не нужно забывать одну вещь, то, что как бы мы там очень пипец голодные. Вот, вот это может единственное сыграть на... Это вот эти щенята. Решено. Один может нести пламя, а большинство готовят путь. Жизнь, чья ценность доказана. Можешь продолжать. Продолжай. Продолжайся. Короче, по сути, как я понимаю, мы играем... А есть разница направо-налево? Как я понял, по запискам мы играем с пареньком. И мы снимаем как бы фильм, в который рассказывается история этого парня. Сестрой, как они вот это пережили, все бла-бла-бла, наверное, да. Ты выживаешь за счет слабых. Набиваешь себе брюхо. Нападимый очень голодный, если мы уже готовы были съесть крысу, то... ну, либо собака выживет, либо мы. Берешь чужую. Но если в плане выживания не было бы чинья, тогда бы я просто мясо бы забрала. твое сердце черствеет. Ты питаешься несчастьем. Твоя душа слабеет. Короче, я хочу очень хорошую концовочку, поэтому давайте пока что так. Много рысков яблок и яблоко в центре. А что это непонятно. Возможно, мы. я как-то видел, как мальчик утопил крысенка с точной канави. Сказал, ему это полегчало, но это не значит, что это нормально. По-моему, с ним что-то не так. Согласен. так, ну там есть куда-то еще проход. И тут есть проход. Куда там не идти, ну вот снова. пара пара возможных проходов. От главы службы и безопасности. Всем сотрудникам. Настоящее постановление переставить записи в более надежное место в верхнем грузовом аптеке. необходимо гарантировать сохранность провианта и предоставить его опись в рамках следующего отчета. Обсуждение этого вопроса объявляю закрытым. Трубка Шерлока. Возможно, я с комнатой угадал, кстати. О, постер. Ах, что есть вечность, как не предложены всех мук. А дам ее за цель, за смысл в жизни. Смотрите, мы в этой главе по сути просрали два момента. Первый, мы сделали люк и пролезли в люк и после этого застряли. Второй момент, это у нас с вами второй момент. А, с решеткой, да, с крысой. Мы подошли к решетке, крыса пробежала и все, мы оказались уже на другой стороне. Это второй момент. Это второй момент. То есть, глава, на самом деле, если долго нудно не смотреть, не расследовать, тогда все нормально. но я не уверен, конечно, я один раз игру пройду, повторно проходить не собираюсь. Манать тут сокровищ. ля, сколько сокровищ. У карта сокровищ. бесполезно, пища нам не найти. Джеймс, взгляни на меня. Это я во всем виноват. Я сказал, взгляни на меня. Я капитан Бэйнс, черный странник, убийца циклопов, искатель пламени. я спасу нас. Не смей сомневаться во мне. все, компас ломат. Сокровища, сокровища, сколько здесь сокровища. дублоуны и монеты и многое всего. Ну, скорее всего, если мы играем от Джеймса, значит, в его глазах это все выглядит сокровище. Только что это на самом деле. Много испорченной рыбы. Ну, тоже как сокровища. Ну, хотя они же дети, и они же играют все еще. Типа его в подсознании. Это сокровище тоже. Так как они не хотят есть, но мясо уже украли по идее. Да? Гнило мясо. Поэтому здесь хз хз. 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 А второе, механика, офицеру снабжения. Я понимаю, что вы выполняете приказы, не ставя под сомнение ваши действия, но решение назначено лишь на основании. Пусть хоть все продукты стухнут, но ему главное, чтобы отчет был. Однако недовольство среди рабочих нарастает, смены становятся все длиннее и пайки все меньше. Я знаю своих ребят, они приличные, набожные люди. Воров среди них нет, но постоянно курчащий живот кого угодно доведет до крайностей. Серьезно, они тебе даже рабочим не выдавали еду, хотя она уже тухнет? Клюль. Да уж. Как-то давно скримеров не было. Не считаете? Не считаете, что давно скримеров не было? А я вычитаю. Походу мы сейчас будем убегать. Здесь проход откроется, мы будем ровно-ровно бежать. Диалог? Ну, это банка с печеньем, как я понимаю. Может быть, тут есть еда? Давай, нам пора. Ой. Я что-то слышал? Сюда. Джеймс, беги. Почти убежал. Почти убежал. Сюда. 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 Песня. Почти убежал. фонарики до типа огонь и если нас посекут на сожгут и пришел а чем я дамажить я вообще-то спрятался алла я же спрятался я же спрятался карл вы знаете это серия еще дольше чем у нас 1 было я не знаю может быть на превью возьму этот сокровище вот большую крови я понимаю просто главное находиться в тени вопрос куда мне бежать куда а а Я спрятался, мне все равно. Сердце этого города больше не бьется, мы всех подвели. Этот мир не заслуживал нас, пусть он сгорит у нас на глазах. А вот третий постер, потому что мне повезло и я нашел все постеры. А вдруг их тут четыре, подожди, сколько слайдов было? Два? Четыре. Я будто на самом деле меня и не было. Блэк Вандар. Типа я где-то что-то еще должен был найти? Может там на самом деле было что-то еще? Но я не заметил. Блэк Вандар. Ну короче, фиг его знает, ладно, погнали отсюда. Нету тут нифе, а кстати, подожди, получается меня бы и огонь не убил, если бы я играл на безопасном режиме. Просто вдруг я бы еще смог один постер собрать, вдруг где-то валялся кусок на самом деле, его нужно было притащить. И у меня уже была бы сейчас целая коллекция. Убийственная шутка. Выйди на свет. Типа в этом смысле шутка. Типа в этом смысле шутка. Кто-то здесь зажарился. Чел, я выключил тебе пузырьковую баню. А, серьезно? О! Black Wonder. Постер появляется. Нифига не видно. Потушись. О! О! Бля! Что смотришь? Осторожней, опасность рядом, не останавливайся. Когда я есть, смерти еще нет. Когда смерть наступает, меня уже нет. Сколько смерти у меня в этой серии уже, это просто жесть. Сейчас с чем-то главакт идет. Вы что издеваетесь? Ну я акт пройду. И закончим. Типа мы видели с вами на стенде, еще должно быть две кассеты. Это мы сейчас вторую проходим. Субтитры делал DimaTorzok Что мне выбрать? Ну у тебя просто... Да. Да. Субтитры делал DimaTorzok А, типа я секретку нашел. А если это секретка, значит, ребята, это была пасхалка к чему-то, но я не в курсе к чему. Поэтому попытайтесь догадаться лучше вы сами. Поэтому попытайтесь догадаться сами, к чему это отсылка была, пасхалка, но я не знаю, потому что, ну, типа отдельная комната, в которой мы что, взрываем? Если вдруг когда-то это видео станет популярным, гляньте и напишите в комментариях, что это за пасхалочка. Либо это просто стандарт анимации, что-то слишком долго грузит. Chill, слишком долгая загрузка. Что там? Видео пишет? Пишет. Где можно найти? Снова сокровища. Он снова хочет кушать. О, последняя пленка. Кровавые корни. Вот и закончилась наша охота. За нами. Считаю, у меня все вещи забираются. О, он с собой рыбу взял. Что у нас тут еще есть? Комната закрытая. Бля. У нас, оказывается, комната каждый раз меняется. Значит, Джеймс. Как я могу предположить? Ты живешь где-то неподалеку? Да. С родными? Моя сестра. Моя сестра. О, у тебя есть сестра? Чудесно. А, родители? Отец. Что ж, начнем с тобой отцом. Он должен быть гордиться таким прекрасным юношей. Нет, не гордиться. А, твоя сестра, она... Она для меня все. Понятно. Ты много времени с ней проводишь? Она всегда рядом. И всегда будет. Заболел, заболел парнишка. Персонаж. Жилище. Жилище. Возведенное из балок и стен. Жилище. Возведенное из страхов и грез. О, а то что за монстр? Поднимемся наверх, посмотрим. Так. Потихонечку, потихонечку все собирается. Говорят, все идет как по маслу. Режиссер доволен твоим прогрессом. Рад слышать, что вы сошлись во мнениях. Твой друг и агент. Ну да, видите, мы все-таки снимаем фильм. Если слушать режиссера, то мы, в принципе... Видим на хорошую концовку. Так, что мы в этот раз увидим в наш глазок? Стоп, 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 стоп. Не понятненько. А. Понятненько. Ломанные часы. Опа. А. Блин. Вот этот постер я где-то видел. Только не помню где. Это ссылка, скорее всего, на Дракулу. Гамлет. Петрополис. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Девять. Еще-то должно быть, получается, три главы. Если в каждой главе по три экземпляра. А, знаете, какой-то монстр. Здоровая щука, дракон. Ножи, ножи, ножи. Создание персонажа. Взгляд вглубь. Обстоятельства. Происхождение. Что привело меня сюда? Настоящее таится в прошлом. Так, ну, вроде бы все, да? На этом, я думаю, мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.